Шалом и добро пожаловать на Вахафта, Исраэль. Это еврейская фраза, означающая «Возлюби Израиль». Надеемся, что вы останетесь с нами следующие 30 минут, в то время как наш учитель, доктор Барух, делится своим разъяснительным учением из Библии. Доктор Барух — старший лектор в Институте Зера Аврахам, расположенном в Израиле. Хотя все курсы преподаются в Институте на Иврите, доктор Барух с удовольствием поделится этим еженедельным обращением на английском, чтобы узнать больше о нашей работе в Израиле, пожалуйста, посетите наш сайт loveisrael.org. Набирается как одно слово loveisrael.org. А сейчас доктор Барух с сегодняшним уроком. А что это, что так дорого сердцу Божьему? И ответ на этот вопрос — семья. Авраамический завет так важен, потому что Авраам был призван ответить Богу, подчиниться Богу, демонстрировать веру в Бога. И если он сделает это, какой будет результат? От него произойдет великий народ. И через этот народ все семьи — Коль, Мишпоход, Ха, Адама, все семьи земли будут благословенны. Читая Писание, мы видим, как сильно там проявляется Божья любовь, его забота о семье. Мы изучаем третью главу «Послание к Колоссянам» и в трех первых уроках по этой главе. Акцент был на том, как верующие должны нести свидетельства, каким должно быть их поведение. Оно должно демонстрировать, проявлять Божье присутствие в нашей жизни, показывать, что у нас есть отношение завета с ним. И так уместно, что к концу этой главы Павел производит сдвиг. Некоторые комментаторы считают этот сдвиг чрезмерным, что он делает внезапный поворот. Но на самом деле это не так, потому что все эти вещи, что он говорил нам, если мы будем делать эти вещи, то вы знаете, кто будет восприемником? Семья. Павел хочет видеть, чтобы благочестивые семьи вместе служили воскресшему Спасителю. Так что возьмите свою Библию и посмотрите вместе со мной место, на котором мы остановились на прошлой неделе в третьей главе «Послание к Колоссянам». Начнем мы с 18 стиха. И обратите внимание, что на протяжении всего этого раздела акцент на семье, на всех членах семьи. Павел, во-первых, и прежде всего, начинает с женщин, и тому есть причина. Дамы, вы очень важны в духовном состоянии своих домашних, для своей семьи. И не случайно, не просто так, а по провидению Бога, по вдохновению Святого Духа, Павел начинает этот раздел с женщин. И конкретно в этом тексте он говорит о женах, о женах, и мы скоро увидим, и о матерях, потому что он будет говорить о родителях. И поймите, что это не для того, чтобы возложить на женщин ненадлежащее бремя. Помню, как однажды меня попросили сказать о семье, и я решил говорить по 31 главе книги Притч. Этот отрывок говорит о том, какова Эшет Хаил, добродетельная женщина. Моей жене не понравилось это мое послание, и она объяснила, почему. Она сказала, знаешь, тебя попросили говорить о семье, а ты всю ответственность, все время возложил на жену, что ей делать, что ей делать. А о муже ты не сказал ничего, кроме того, что ему следует хвалить свою жену за то, что она все это делает. В одном смысле то, что она сказала, правда. То, что у каждого в семье, и Писание это покажет, то, что у каждого в семье есть своя роль, своя ответственность. Но, опять-таки, я хочу четко сказать, что в семье есть ключевой член. Тот, кто движет, задействует в семье духовную составляющую. Она вносит наибольший вклад. И речь идет о жене, матери, о женщине. Читая Писание, мы, несомненно, видим, что Бог делает акцент на духовном состоянии женщины. Когда Писание говорит, что они слабее или что они хрупкие, это означает, что женщины более чувствительны к духовному. И нам, мужьям, необходимо это осознавать. И Павел скоро об этом скажет. Но давайте начнем, и это не является противоречивым утверждением. Обратите внимание на то, что он говорит в 18 стихе. Он говорит, жены, повинуйтесь мужьям своим. И тут не сказано мужчинам в целом, но тут сказано подчиняться своим мужьям. А о чем говорит это подчинение? Оно говорит о позиции, и о цели. Скажу еще раз. Подчинение говорит о позиции и о цели. Что это за цель? Обратившись к книге бытие, мы видим, что женщина была уникальным образом создана из мужчины, и не первой, а после него. И мы видим, что она была создана для того, чтобы быть помощницей мужчины. А что это значит? Помощница, которую Бог создал, обеспечил, дал мужчине. Женщина, жена была дана ему для помощи в исполнении воли Бога. И это очень-очень важно. И это не значит, что и он не делает здесь чего-то. Он не говорит, слушайся в таком контексте, чтобы не сказал муж, надо повиноваться. Не это здесь сказано. Павел говорит о подчинении, имея в виду состояние жены. Надо это читать в контексте книги бытия. Подчиняйся, участвуй, будь силой, энергией для воли Божьей. Почему я говорю это? Если вы посмотрите книгу бытия 2, 18, там сказано, «не хорошо». И слово «хорошо» подразумевает Божью волю. Нехорошо быть человеку одному. Что значит, что человек не может исполнить волю Божью в одиночку. Поэтому Бог обеспечил ему помощницу. И ей, жене, как говорится здесь, нужно быть покорной своему мужу, что подходит или надлежит Господе. Здесь сказано, что эта роль не только подходящая или надлежащая в Господе, но, думаю, это надо прочитывать и несколько иным образом. Что подчиняться она должно в том, что подходит или надлежит Господе. Что значит, что если муж говорит жене сделать что-то вне воли Божьей, что противоречит тому, что подобает Господству Мессии. Очевидно, ей следует отказаться. Я не хочу упоминать никаких имен, но один человек в своей программе говорит об абсолютности. Я человек, которому нравится абсолютность, но нам необходимо поступать абсолютно правильно. Он говорит, что во всем, что муж ответственен, что, чтобы он не сказал жене, она просто должна делать это. Это ложное утверждение. Ведь Писание говорит, что подчиняться надо в том, что является подходящим, надлежащим в Господе. Покоряться не во всем, а только в том, что согласно Господству Мессии. Подобным образом он говорит, мужья, любите своих жен. Слово «любите» подразумевает посвящение, предполагает жертвенность. Почему я это говорю? Мы все знаем местописание из Иоанна, от Иоанна 3, 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал». Таким образом, мужья, отдавайте своим женам. Щедро отдавайте себя. Инвестируйте себя в них. Вот что Писание говорит здесь. «И эти две вещи, ее подчинение, и ваше инвестирование в нее, эти две вещи работают вместе, производя семью, семью, которую Бог благословит». Но это очень важно. Здесь он говорит, мужья, любите своих жен. В другом месте Писания, в послании к Ефесянам сказано, мужья, любите своих жен, как и Мессия возлюбил церковь. И что он сделал? Отдал себя. Так что нам надо подчиняться, нам надо ставить... И вот ключевой момент. Нам надо ставить интересы жен выше своих. Вот что мы видим в Библии. «Мужья, любите своих жен, и не будьте к ним суровы». «Не будьте». И это слово означает вызывать, провоцировать в них горечь. Он говорит, не делайте этого. Дальше Павел переходит к детям. Дети. И уже другое слово. «Не подчиняться, а слушаться». Слово «слушаться» означает «слушать». И опять-таки, тут сказано «будьте послушны родителям вашим во всем». Я думаю, само собой понятно, что ребенок... И тут не сказано... Вы знаете, здесь использован термин «техно». Дети. Причина, почему он использован в том, что это может быть и ребенок, и молодой человек. Ему может быть 4, 6, 10, 12, 14. И у них нет мудрости, нет разумности подвергать сомнению решения родителей. И поэтому они должны быть послушны им во всем. Но очевидно, когда ребенок становится старше, мы говорим с еврейской культурной позиции, в возрасте бар-митцвы, мы видим, что мальчик становится мужчиной. Это значит, что произносится молитва, в которой отец говорит «я освобожден от ответственности». Это не значит, что он может больше не заботиться об этом ребенке. Но если этот ребенок сделает что-то неправильно, ответственность с возраста бар-митцвы лежит на нем, а не на отце. И опять-таки, надлежит сказать, что если ребенок в возрасте бар-митцвы или выше, он должен подчиняться своим родителям, слушаться своих родителей. Но опять-таки, в Господе. Если отец или мать скажут своему ребенку, который может быть уже взрослым, «Делай то, не делай это, женись на ней, не выходи замуж за него» и так далее, при этом родители неверующие, или не живут согласно Господу, или не понимают духовную истину, вы по-прежнему должны почитать своих родителей, но это не значит, что вы должны соглашаться с их греховным поведением. Итак, тут сказано, снова посмотрите 20 стих, вторую часть. «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Богу». 21 стих. «И отцы, не провоцируйте своих детей». В данном контексте речь идет скорее о маленьких детях, а не о более взрослых. «И заметьте что-то еще». Мы видим, как он обращается к мужьям и женам, родителям и детям, и что он говорит одному, затем возвращается и говорит что-то другому. Итак, он говорит, «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу». Затем 21 стих. «Отцы, не провоцируйте и не раздражайте детей ваших». Почему? Чтобы они не отчаивались. Или мы можем сказать «не унывали». Таким образом, родители должны быть ободрением для детей. Они должны наставлять их так, чтобы они были мотивированы поступать правильно в Господе. Вот почему, как мы знаем, утром и вечером, если вы еврейского происхождения, вы говорите «шма». Это утверждение веры. Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь один есть. И мы говорим о любви к Нему, о послушании и исполнении Его заповедей. Но когда Бог говорит конкретно, первая заповедь, что Он упоминает здесь, — учить своих детей прилежно. Если вы хотите, чтобы ваши дети были послушными, если вы хотите, чтобы они не унывали, тогда учите их Слову Божьему. Итак, родители, не провоцируйте своих детей, дабы они не унывали. Переходим к 22 стиху. В следующей, заключительной части этой главы, он будет говорить о взаимоотношениях, которые, возможно, не знакомы нам. Зачастую говорится о господах и рабах или слугах. Вот что нам надо понимать. Это весьма отличается от того, о чем мы думаем сегодня как о рабстве. Таким образом, Мария говорит о себе как о работнице, а не как о рабыне. Не в том смысле, что кто-то был куплен и после этого стал каким-то имуществом, вещью. Понимаете, такого иудаизм не позволяет. Да, у евреев были рабы, но у них была цель другая, а именно выплата долга. И время рабства было ограничено конкретным периодом времени, не более шести лет. В седьмой год слуга не работал, но его обеспечивал хозяин, или его отсылали с годовой оплатой с тем, чтобы он снова встал на ноги. Так что это рабство было совсем, совсем другим. Но как бы там ни было, даже если мы возьмем рабство в широком понимании, смотрите текст. 22 стих. «Рабы, во всем повинуйтесь Господом вашим по плоти». Здесь стоит слово «Господин» и означает «человека, имеющего над вами власть». Очевидно, это слово не используется в значении «Господь, Бог всемогущий», но в смысле «человека, имеющего власть над другим». И вот что Павел говорит здесь. «Тот, кто находится под властью другого, должен этой власти повиноваться». Опять-таки, он говорит «во всем». Но очевидно, что нельзя оставлять истину Писания. Еще раз. «Рабы, во всем повинуйтесь Господом вашим по плоти, тем, кто имеет над вами власть, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога». Это важно. И мы должны это подчеркнуть. Боясь Бога. Бояться Бога — это значит вставить Его на первое место. Делая что-либо со страхом Божьим, вы делаете так, как угодно Ему. Даже если вы чей-то слуга, если они говорят вам сделать что-то против приоритетов Бога, такого делать нельзя. Я имею в виду, что это характерно для столь многих мест Писания. Мы видим, что Даниил повиновался, но отказался перестать молиться своему Богу. Мы видим, что Сидрах, Месах и Авдинага были покорными по характеру, но не склонились перед истуканом, а готовы были быть брошенными в печь огненных. Также и апостолы. К примеру, Павел, когда власти приказали ему не проповедовать во имя Яшуа, он продолжил это делать. Почему? Потому что в конечном итоге наше послушание, наше подчинение Богу. Тут сказано «делая все это в страхе Божьем». Двадцать третий стих. «И все, что делаете, делайте». Как? «И все, что делаете, делайте от души». Что значит «в искренности»? Это значит «делать надлежащим образом». Смотрите, что тут сказано «как для Господа, а не для человеков». Таким образом, это местописание ясно говорит, что мы никогда не должны терять из вида тот факт, что мы служим Богу. Не имеет значения, где мы, будь это в браке, будь это дома, и мы имеем дело с родителями. Мы, как родители, воспитываем детей. Всегда мы должны помнить, что Бог – приоритет в нашей жизни, и мы делаем все из страха Божьего для того, чтобы служить Ему. Никогда в служении Господу мы не должны делать что-то против Его наставления. Это основополагающее. Итак, делая все, посмотрите Писание, конец 23 стиха. «Как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите награду, наследие». И не просто наследие, а конкретное наследие. «Награда, наследие, о котором идет речь, это то, что в Царстве Божьем». Так что снова и снова Павел говорит следующее. «Мы должны жить в свете того факта, что есть наследие Царства. И каждое решение, что мы принимаем, мы должны принимать, понимая, что если мы выбираем праведно, мы выбираем в согласии с истиной Бога». Бог, вот что Писание говорит в послании к евреям, не неправеден Бог, чтобы забыть какое-либо из наших добрых дел. Вот почему на небесах будут открыты книги. Вот почему Мессия сказал о Своем возвращении «Сегряду скоро, и награда Моя со Мною», чтобы воздать каждому мужчине, каждой женщине по делам его, ее. И нам необходимо помнить о том, что будет День Суда. Мы говорим не о суде ярости Божьей, а о том суде, где будут даваться награды. И вот проблема. Так же часто, как люди забывают о Божьем суде, мы не слышим об этом много посланий. Немного книг написано об этом. И насколько мне известно, не проводятся конференции о суде Божьем. Но суд Божий имеет два аспекта. Один — в самом деле осудить тех, кто восставал против евангельского послания. Понимаете? Только благодаря Евангелию вы будете жить надлежащим образом, жить угодно Богу. И это должна быть главная цель принятия Мессии в свою жизнь, чтобы жить, угождая Богу. Люди говорят, я принял Евангелие, потому что не хочу быть наказанным за свои грехи. Абсолютно. Это великое приобретение. Это так. Но если вы хотите только избежать наказания за грехи, и у вас и мысли нет, отвернуться от них и перелепиться к воле Божьей, тогда, по моему мнению, вы не приняли библейское Евангелие. Многое из того, что представляет как евангельскую проповедь, евангелизм, искажает истину, которую мы видим в Писании. Вы скажете, так вы можете помочь мне по-настоящему понять? Конечно. Подумайте о великом поручении. Я говорю о последних стихах Евангелия от Матфея. Евангелие от Матфея, 28 глава, стихи 19 и 20. И что там сказано? Итак, идите, делайте учеников, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. И знаете, что еще здесь сказано? Там сказано, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Когда Мессия посылает делать учеников, очевидно, это имеет евангельскую цель. Но заметьте, что часть этой цели — это научить людей соблюдать все, что повелел Бог. Именно об этом мы здесь и говорим. Итак, еще раз посмотрите текст. Он говорит здесь. «Будьте такими людьми, что все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека. Зная, 24 стих, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу, Мессии». Не замечательно ли? Павел постоянно напоминает о том, кому мы служим. «Ибо вы служите Господу, Мессии». Вам надо помнить, что что бы вы ни делали на работе, дома, в отношении родителей, в отношении жены, на самом деле вы служите Господу. Не так давно, на конференции, где я был спикером, мы опять-таки говорили о семье, о браке. Мы говорили о той истине, что брак — это завет. Завет между мужчиной и Богом, и женщиной и Богом. Чем больше мы приближаемся к Богу, тем ближе мы становимся в брачных отношениях. И кто-то задал вопрос, а что если мой супруг, и это было печально, потому что эта женщина была там без мужа, она сказала, да, мой супруг, сказала она, верующий, но он не живет для Господа. Он не делает того, о чем мы говорили, того, что должен делать муж. Так зачем мне исполнять мою ответственность? Я думаю, что это законный вопрос, честный вопрос. Но он говорит о непонимании природы брака. Исполняя завет брака, как тут сказано, вы служите Господу. Вы делаете то, что должны делать, как для Господа. Почему? Потому что если вы становитесь непослушны своей роли жены, или своей роли мужа, или и другой делает то же самое, знаете, что это делает? Это как бы выталкивает Бога из брака. Но когда один человек остается верным, знаете, что это делает? Привлекает действие Бога. Он начинает действовать. Он видит вашу верность, вашу посвященность, ваше послушание роли мужа или роли жены. И начинает действовать, осуществляя изменения в супруге, впавшем в бунт. Поэтому так важно нам понимать, что есть награда за верность, за послушание, и что нам необходимо видеть Бога, как того, кому мы служим. Что ж, перейдем к последнему, 25-му стиху, где сказано, «А кто неправо поступит, если кто сделает то, что неправедно, тот получит возмездие». На это будет реакция, на это будет ответ за то, что сделал по своей неправде. И дальше сказано, что у Бога нет лицеприятия. Что значит, что у Бога нет фаворитов. Он не показывает пристрастия. И я думаю, что это важно, что вся эта глава заканчивается этим, 25-м стихом. Павел говорит, «Тот, кто делает зло, тот, кто поступает ненадлежаще, кто поступает не по праведности». Здесь сказано, что будет результат, будет ответ от Бога тому, кто поступил неправильно, несправедливо, неправедно, ибо Бог верен. Павел заканчивает главу, говоря, «Не имеет значения, кто ты», Бог увидит и ответит по истине своей. Вопрос такой, поистине ли мы верим, что эта книга истина Божья, в то, что то, что Бог сказал, Он сделает, что Он наградит верных и накажет неверных. Он разберется с бунтарями, Он щедро наградит своим присутствием, силой, близостью, покоряющихся истине Писания. Наш Бог — верный Бог, и давайте приходить к Нему в верности. Что ж, время закончилось. До встречи на следующей неделе, и пусть Бог благословит вас. Надеемся, что вы получили пользу от сегодняшнего послания, и что вы поделитесь им с другими. Пожалуйста, запланируйте присоединяться к нам каждую неделю в это время и на этом канале, чтобы посмотреть нашу трансляцию loveisrael.org. Чтобы узнать о нас больше, зайдите на наш сайт loveisrael.org. Там вы найдете статьи и многие другие лекции Баруха. Эти лекции в форме видео. Вы можете загрузить их или смотреть в потоковом видео. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь в нашем мессии Иешуа, Иисусе, в вашем хождении с Ним. Шалом из Израиля.